Опа! Прошу. Прошу. Двадцать людей, а то двадцать четыре получается. Угу. Спасибо. Двести. 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 Вот. Двести. Четыре всё. Понятно? Угу. Кстати, Андрюй, а у вас есть информация, кто у Медвеев fibre Juninho играть? У меня есть информация. У них люди поторопились, сдали по 150 тысяч уже две команды. КБ Сухова и ТЭС. КБ Сухова сдали? Да. А я сейчас еще вытяну. У меня играет Сучилин. Толик, он тренирует две команды. Понимаешь? У Романова, я обратно не выковываю. Не выковываю. Вы дали 150 тысяч вместо ПТ. На все клипы кутовые. Посмотрим. Да. И мы все возвращаем. Нужно вытаскивать, конечно. Надо вытаскивать, конечно. Да, я их делаю. Да, да. Знаете, что это было прекрасно? У нас папочку. Это мне оставь, я это работаю. А, что это? Да, 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 да. Да. Это ты, как он за sistema ведет. И на табл Connor, да? Да, я тут здесь. Ну что я тут... Единственное, у меня только фотографии в телефоне не оригиналованы, ну, вообще по метеорам, по метеорам, по фотографии. Ну, а задняя часть, они там сказали, что что-то писали. Я не работаю? Да, пол садимся, и выключи. Да, пол садимся. Не, это все стирается, когда у тебя накапывали смызки на экранчик. А что команды эти нам говорят, когда мы там играем? Что они нам говорят? Пока ничего. Ничего они не говорят. С ними общались вообще в чем-то? Конечно. Я с ними говорил после турнира «Арстеха», как раз «Сухой» тренировались так, да. Они говорили про сезон, они говорили про «Ночную лигу», потому что им там дешево. А нас на турнир не надо с ними притянуть. Команда «За страну финансировали», там просто союз чуть-чуть выдаёт. У нас, ребята, понимают. Ну, вот. Чувствую турниру. Есть. «Открышки». 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 Появилось что-нибудь? Нет, а его в списке даже не было, вот нашу эту, не буду говорить, веселые слова. Сейчас появится. Если что, у тебя на футболе паспорт, тютюник это, ребята, ну вообще другая дата. Да? Вообще другая. На сайте было написано 17.09.86, а на самом деле 07.11.89. И тютюник с одной буквы, а у нас, кстати, две. Ну так же с шефом. Ну я исправила все. Я не знаю, кто мне сам тютюник присылал. Ну что, появилось? Нет. И тюник, что у меня ленту? Нет, с одной, она со мной ленту. Тю, тюник. Ну понятно. Есть что? Ты видишь, например. Не появляется. Да еще что-то такое. Это отдельно, что-то не будет. Старислав Юрьевич. Да нет, робота. Молодь, ну давайте я с природой вам состыкую. Я что-то такой. Без тоска. Я опять не с вами могу. Андрюха состыкую. Хорошо? Давай. Ну что, появилась? Нет. Да нет. Что такое? А что такое? Ну, тут кнопка VLAN ON, OFF, VPS. Я ее нажимаю, она нет. У кого есть интернет? Нет. Нет. Сам интернет-то есть, вот модем Yota, а роутер не раздает его. Ну вот, Володь, дай мне там цикл от Yota, я скачаю эти файлы. Да. Потом такая информация. Да, можно ее где-то пытаться включить. А, друг, монитор там появился или нет? Нет. Нет, не бьется. Угу. Смотри, посмотрели видео? Да. Нет. Знаешь такая штука? Игр-то 14. Он аргументирует как? Они, это, у него стоит 6-5, двух нет, значит, железно, а 4. Такая игр-то всего 14. Там надо не две игры пересматривать, а 8. Угу. Поэтому я считаю, там он, что-то все. Он вообще не имеет курсового основания. Как он считал? Он сам, он говорит, у него указано, что у него было 6 игр. 6 игр, правильно. Всего в чем регулятор 14. Да. То есть, если даже его из этих 6 игр в двух не было, допустим, ну, так надо пересматривать-то не две, а 8 игр. У вас были подсъемки? Ну, был же он еще один игр. Ну, да, да. Потому что, ну, мы же должны от общего объема игр смотреть. Да нет, он указывает, что если в других не проставлено, значит, его и там и не было. А типа надо смотреть в те, в которых он был проставлен. Ну, да. Ну, в этих двух его не было. В одной точно не было. Там я ссылки себе сделал, сейчас могу вам переслать. Там его 100% не было, потому что там показаны все игроки. На второй игре, ну, мне показалось, что не было. Потому что там немного скомканное, так быстро видео прошло. Я не увидел, честно скажу. А что ты эту ерунку поставишь? Просто включаешь USB, она работает сразу. Если не работает в одном USB, я ее переставляю в другой, и она начинает работать. Угу. 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 Здесь можно, в принципе, такая показательная порка, хорошая пройдет. Угу. Ну, как бы посмотрели, есть видео, да, там. У этих двух его нет. Рубочка 4 играет. У нас вели в заблуждение. Ну, почему? Потому что написали в протоколе, на игре, которого не было. Знаешь, что такое тема? То есть, как говорится, здесь есть смысл. Если капитан твой командный напишет игры, в которых он есть, нам заново просматривать видео и отклонить протест? Да. Ну, как говорится, по-хорошему это нужно было сделать сейчас к этому моменту. Посмотрит его видео, посмотрите, если он там или нет. Все 8? Они все под видео-симиками? Да нет, нет. Нет, нет. Все. В лучшем случае посмотреть протокол. Посмотри, сейчас, Маш, я тебя на ЭТХЛ сбросил, эти две ссылки по этим. А, ну, с телефона. Нет, ну, это надо, ну, по крайней мере, выводить. Ну, можно вместе играть. Одну и две железные, нет. С отбиром. Протоколы есть? Да. Ну, в протоколы вписали. Ну, капитан предположит, я могу, должен. Смотреть. Да ничего он не должен. Ну, что ты говоришь? Ну, что ты говоришь? Откуда вы это говорите? То есть, никто вообще ничего смотреть не должен. Это должен делать наши форматы. Он подписан и все? Нет. Нет, не все. Это значит, что он не обязан. Он приходит играть. Он свою половинку проверил. Он приходит играть. Вот это главная наша цель. Если мы кого-то напрягаем в какую-то другую задачу, то они скажут, пошли отсюда нахер. Кроме играть в другую лигу. Это неправильно. Ты меня не понимаешь. Протоколы является главным пунктом? Ничего. Почему? Капитан команды не должен смолиться другим. Он вообще должен прийти, завязать все глаза, выйти играть и знать, что такие же там соперники. Все. Это его задача. Судья-информатор, который ведет протокол. Вот такой есть граф, а при немало части лет, который не исполняется вообще. О чем вы еще сначала чемпионата говорили? Это обязанность. И наши информаторы, чей косяк? Наш косяк. Все. Я сколько говорю с лафоратами, то нам будет наплевать, что вы там хотите, что вы бесплатные. Вы же нажимаете кнопки, пишите контакты. Они считают, что нет. Ну вот скажем, Игорь, я не знаю, как на Интере, например, вот Али и Федотов, они очень тщательно за этим смотрят. Ну есть, как бы, добросовестно, а есть ключи. А на звезде проблеты свидетельствуют? На звезде, я знаю, что они отсматривают стоятки, форму стоятки. Вот я думаю, что это на дальность как-то может быть. Да, ну так же Максик постоянно пишет, нам 23 человек в очереди, но из него выходит. И все проскакивает. Почему на звезде? Вот тот же протокол, пускай ты, в принципе. Знаете, то, что я просматривал? НСИС. Там наверняка протоколе больше людей, чем он на самом деле. Ну вот Кольф Кассарский, это как команда? Одна мертвая. Это какая? НСИС? Нет. А НСИС? Там три уехали, четыре. Минус теоретик. Медотеоретик. А у НСИСа три человека очень приличных. Минимум красных. Да, там один я прям делала. Дракт просто. Практически. Это как? Мастер. Мастер. А два еще были сильные. Тот тщательно прикоряется. Все это вообще не Кольфыч. Там еще шесть команд в эти выходные, посмотрим. И из новичков, наверное, всего. Вот вопрос, кстати. Не нужен какой-то алгоритм, чтобы я мог присылать, ну, хотя бы предварительно в кульфикацию поставлять? То, что я писал, дайте, что это куда пойдет. Ты как, конечно, помнишь, было? Валтаревич там поставлял. Не, ну, то себе пометки делают. Нужно сразу заводить на сайт хотя бы, чтобы все были в курсе. То, что у меня поминки есть от Эрка, ничего не меняется. Ну, Володю, знаю. Валтаревич, помнишь? Выдать там графы. Клификаторы свои, потому что меня не представляет. Ну, оно там и ключит все на этом сайте. Ну, что бы беда. Идеальный случай – это бумага. Ты прямо ее скопируй. Ну, и скинь на почту. Ну, нам просто разошли, чтобы она была. Когда сейчас эти команды заведем, ну, когда вот их заведем, сейчас Володя-ка сделает, он надеет тебя правами, чтобы ты там все проставил. Ну, да. И все. Так и будет. Ну, просто сначала скидывай, чтобы они, по крайней мере, не потерялись. Ну, когда ты скинул там Андрею мне и Володю, да, там. И они у всех есть. Ну, как бы у тебя… А сканировать или скинуть? Да, сфоткал, скинул, чтобы оно видно было. Можешь, конечно, перепечатывать, это на это время тратить, но лучше просто сразу листок, который ты делаешь, писать им оппонентным почерком, чтобы не делать двумя работы. Его сфоткал, чтобы они были в этом, и потом, ну, что называется, в памяти, в интернете. После этого мы когда-то собираемся, там, не знаю, на следующий раз ДК, соберемся, посмотрим, что там есть за команды, да, там, Володя-ка надеюсь, в какой-то момент, может быть, уже, ну, даст эти права и, ну, главный сайт работал верно. Все. И ты заведешь команды, проставишь. Ну, не так, чтобы не потерялись. Потому что бумаги дома, они, знаешь… Что ты делаешь? Да, всем неизвестно, что с ним происходит. В общем, у этой команды, у них, все равно, сейчас, вторая игра будет, правильно? У АМК и Уген Фестерова. Вот. Нужно посмотреть, были ли другие игры или нет. Ну, мало ли где-то его не отметили. АМК предупредить о том, что по видеосъемкам игрока нет в двух матчах. Ну, будет многое. Сейчас мы проверяем остальные игры. Вот. Ну, и протоколы. У нас есть бумажные протоколы, здесь? А? Да. Ну, а ты сказал. Ну, Манечка, ну, пока сейчас сидим где-то. Какой игроконит? В принципе, я на руках ноги мяч. Ну, или по окончанию нашего собрания соберите их протоколы, отфоткать и также, ну, разошли мне, Андрею сломать и Игорь. Ну, чтобы они просто у всех были и не потерялись, просто чтобы и, ну, не было потом возможности в протоколе ничего дописывать. Ой, кашу. Машки, пожалуйста, мне помнишь? Ну, я не могу спросить, там, 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 какой-то кашу. А строго. А строго. А строго. Строго много или куда? Не четыре. Мальше. Ну, вот. А прецеденты были вообще все в этой команде химичи? А никто? Все. Все и всегда. Не только АНК. Даже тут никакая листья была. В особенности Сбербанк, это вообще, кажется, не важно. АНК и АНК даже протесты не подают. Сколько с ним творилось? Нам это не нужно. Они могли сколько раз? ФСОшники, они могли забыть еще чего-то. То есть, ну, суть в том, что... Старцев, блин, никак химичных не будет. Сто процентов. Старцев, скорее всего, нет. Но просто я к тому, что общая масса 99% химичных людей всех. Поэтому здесь даже этот вопрос ставить не надо. Ну да. Хороший, нехороший, как говорится. Просто и вот как в том году звезда Феникс. Правильно? Опачка. Романов там добавил игр. Вот. А, точнее, не-не. Звезде, да. Ну, не важно вообще. Сбутурлины. Помнишь, да? Генерал говорит. Все понимаю, но все игры снимаются. Давай их посмотрим. Вот где об этих играх они есть. Они смотрят, игрока нету. Стоп. Мы нашли две игру, где он был. Одна. Нужна три. А дальше ты смотришь? Нужна три. Это вторая уже была игра? Ну, нужно их две. Да. Ну, суть в том, я говорю, я к тому, что если есть видео, да, там, оно смотрится и игроку потом присваивает соответственно. И здесь то же самое. Виноват старцев, не виноват старцев. Но. Если игрока нет, значит игрока нет, значит у него игр 4. И принимать участие в игр Клофф не может. У него стояла квалификация допущена. Почему? Потому что мы были в едином заблуждении. Чем? Протоколом. Точно. В следующий раз люди будут, как говорится, по умнее. Да, там, ну, когда они вписывают. Я просто прямо после этого инцидента, ну, и в этом году хотели вести, чтобы на всех матчах была видеосъемка. Но вот в следующем году просто 200% у нас будет видеосъемка, на всех матчах. Там, если на январе будут стоять, ну, наши ребята, бригада работают, ну, с хорошим, качественным, у нас всех остальных аренах будут стоять ребята с этими небольшими камерами за 20 тысяч. По крайней мере, чтобы составы было видно, и что судьи там творят. Ну, иначе получается, корень не будет. Дальше будет стоять нам несколько дороже, но пусть люди убирают, либо идут-то и там учатся, либо здесь играют у всех, и всех под одними правилами. Тот же самый, ну, все-все-все-все команды, которые вообще химично надо раскрывать, не будет интернет. Не выявилось? Не, не знаю, что я знаю. У тебя есть интернет? Нет, ничего. Интернет не будет. Ну, то убери мы его, как говорится. Да, ты убери. Да, ты убери. Да, ты убери. Ну, а как мы протесты? Ну, давайте на все-таки пласты. Возьми. Да. Идет он. Так, и вы. Так, кто у нас включает за нарезку матча для Феникса? Ну, там ребята потеряли все матча. Ну, да. Да, Гэса, Феникс, ГЭС, ГЭС-2. Каждый взял себя в команде. Феникс? Нет, ты говорила Феникс, ГЭС-2. ГЭС-2. Я Миша позвонил. ГЭС-2 они же тоже нас проплачивают. Он не узнал. Судят ГЭС-2 постоянно сферму. Я Мишане позвонил, помню, сказал. Мне. Да, тебе. Ну, Мишане тебе. Мне. Я Миша скажу, ему вот это все равно. Я отвечаю. Угу. Что с ними просто? Мало того, знаете, имя. То есть вы их взяли. Взяли какие-то неделю назад. Ну, я знаю, что уже давнейшие матчи ребята там начали делать. Ну, они начали с конца. Ну, мы там, да, что-то находим, что-то набираем и начинали отложения. Нет. Что нашли? Сударец. У меня, ну, отчет по матчам, где что сделали. Ну, тупо обычную форму. Кирилл. Там матч такой-то. Уже нарезаны матчи вот такие. Сударец. Именно вот конкретно по этой команде, да? Конкретно по этой команде, да? Тогда люди платят двойные вносы и... А вот ты делаешь что? Смотри, что здесь конкурнировать вообще? Вот здесь конкурнировать. Значит, мы отправили схему, схему. Они одобрили вариант номер один. Сергей Романович спросил у меня письмо на почту посылок «Москвы» на имя Дмитрия Викторовича с просьбой «Команду школам подготовить заявочные листы». Я это письмо отправил. Значит, сейчас они дадут отказания старшим тренерам в школу по подготовке этих самых. Руку держу на пульсе, на связи с Романовичем. Угу. 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 Сидите учолки. Увезет, Венец. Увчера был... Ум... Не срочный вопрос просто на стоять. Мосящий ДТК, привезу уже готовый. Уважаем, мне просто нужно утвердить, а мой телефон 4495. Тоже начинается. Уважаем, что то? Уважаем. Угу. Уважаем. 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 Так, что с ошибками, ты программист указал на ошибки в катаколе? Да. У Володинку все нормально, мы сам этот вопрос дожмем. Ну, видимо, у него задачи какие-то висят, там его кошмарит по разуму. Ну, кошмарит лица как-то все остальное. Там вообще, я хочу сказать, что, видимо, он что-то делает, вот основную большую задачу и вылезает там и в админке, вот, например, сохраняешь игру плей-оффа, она выпадает вверх с ошибкой. Нажимаешь F5 обновить, ошибка слетает, фиксируется игра, то есть, ну, я нашел там инструмент как-то обходить. Что с весенним турниром? С весенним турниром, значит, идут квалификационные матчи. В этой связи вот хотел сказать, что у нас будут две квалификации в субботу на Марина. Угу. Я, как бы, Столярову известил по этому поводу, он обещал их взять. Я одна буду на звезде в четыре часа, вот, Игорь обещает уже тоже их взять. Подсматриваем игры, на следующей неделе я просил время для собраний, потому что, как бы, ну, там больше двадцати команд уже есть. Надо их, по крайней мере, собрать, чтобы им сказать, чтобы они не расползлись, пока мы не начнем, не начнем. По деньгам тебе уже начали, наверное, звонить там, да? Три команды? Ну, то есть, я, в общем, их тереблю, чтобы они деньги уже несли или, там, какой-нибудь договаривались на этот счет как-то. Но есть вот интересные команды, новые совсем, сейчас вот их будем смотреть, много старых. Поэтому, ну, в принципе, на следующей неделе, мне кажется, уже надо собирать их и разбивать не дивизион, потому что квалифицировать больше, в принципе, некуда. Предлагаю тогда на следующей неделе СДК перенести на второй половиной дня и после него, ну, наоборот, СДК на первую. Нет, ну, просто говоря, собрания идут в 6.30, в среду, да, СДК делаем где-то часа в три. Ну, чтобы прийти, то есть, у нас, чтобы два часа было на СДК, там, там, отдохнуть, не знаю, что там, там, скажем, чай попить, и было в порядке. В среду? Да, в следующую среду. И после него сразу собрали. Хорошо. Я тогда буду всех размещать. Три СДК, да? Да, на следующей неделе СДК 15.00. Собрание у нас начинается в 6.00, да? Я думаю, да подожди, подожди. А в 6.30, мне кажется, рановато, не все приедут в тропки-фигурки. В 7.00 или в 7.30? В 7.30. В 7.30. Давайте в 7.30 СДК тогда двигаем. СДК двигаем. На-на-на-на. На 4.30. На 4.30. На-на-на-на-на-на. Отсюда хватит. С достатком, одну час, на то, что платить не знаю. Я сейчас я так и говорю. Да. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. СДК 4.30. Собрание в 19.30. Да. Были нормальное время в 19.30. Всех собираем, да? Ну, смотрю, их надо как-то какое-то по дивизионам собирать. А уже есть понимание, какие дивизионы? Сейчас квалификацию все длина. Мы всех соберем и расскажем, что мы все сопределяем. Мы с вами отдельно созвонимся, утвердим количество практиков, теоретиков. Ну, не утвердим, а сообщим. И утвердим с вами дивизионы, которые проиграете. Хотелось бы это сделать хотя бы до понедельника. Как вот, допустим, у нас идёт Побличинский «Плохо устали». Потом я в Зеленоградске пару командировал. Ну вот, небезызвестный Победа, мы были там. Сколько колодного должно быть? Я сейчас буду знать, я думаю, на сегодняшний этап не делим. Ну, мы делаем, нам нужно минимум три дивизиона получается, ребяток, да? Кабычей с этим самым по 8 камням. 38-24. Не, я понял, количество практиков или вообще? У нас Кабыче есть четыре варианта. Триот. Смотрим, как вот оно лучше всего. Говорим, Кабыче. Мы видим, что сейчас запустим Кабыче. Прямо у него название там какое-то есть. Запад, Восток. Ну, давай пусть это играют. Да, они то играют. И потом мы просто на этом собрании, ну, на нашем, на СДК сядем, посмотрим, как скажем. Кабыче будет. Название, кстати, запомните. Привязать их в число. Где три практики у нас там. Восток. Кабыче Восток. Стекло такое, да это такое. И еще я хотел сразу спросить, вот есть команды, ну, допустим, «Знамит Московской области» при всем при том, но там есть пара человек, которых мы отцепили в начале сезона. Угу. Я бы хотел посмотреть. Мы их можем на весеннем турнире смотреть? В основном для того, что есть этот турнир. Несмотря на то, что там у них биография, там, ну, вот Устинов, тот же, ну, первая лига, там, допустим. Ну, вот с биографией его посмотрим, что страшно. То есть мы это допускаем, да? Отлично. В сезоне-то мы их посмотреть не сможем, потому что сезон важный. Так, с кубком победы вообще какая-то мысль движения? С кубком победы, поскольку мы практически все отмазывались, потому что начало удачного сезона, я пытаюсь наверить всем два турнира в одном. То есть ты мне это даешь? Ну, я дала. С каждым, с кем я общаюсь, я говорю, ну, практически все берут два в одном, потому что это один диапазон временной, ля-ля-ля. Кто-то ведется на это. Два в одном, это что? Ну, смотри, у нас же весна начинается 4 апреля и заканчивается 16 мая. Да. Ну, этот кубок побед, он внутри весеннего турнира. Кажется, плюс еще, да? И я говорю, ну, вам лучше брать один сыгр. Ну, кто-то ведется, кто-то говорит, не-не-не, у нас датчик. 2-3 мая. По нему пока ничего не ясно. По маю вообще, по правилам, очень сложно. Какой-то марион. Понимаешь, какая штука? Я прекрасно понимаю, что датчик крайне сложная, то есть, но она тем двигательна. Ну, согласен. Своими кадрами и сама по себе. Согласен. Не, ну, я стараюсь там взлетать хитрую интригу. Ну, хоть четыре команды за 2-3 мая прям первый раз его провести, то есть, ну, вот, измутить этот турнирчик. По маю, как бы, в процессе. И, конечно, идеальный случай, чтобы эти команды были не твои, Игорь и Володя, да, там, как это делать, но другие. А еще так и будет. Не, ну, к сожалению, к сожалению, да, там, но... Если получится свои команды отцепить, то лучше их отцепить. Угу. Ну, чтобы это, как говорится, не мозоли на глаза. Да, да. Угу. 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 Я перерыла все. Какому-то задачи ставили, мне до конца это осознавали. Ну хорошо, хоть у них есть опознаватель. Ну ты увидел потом масштаб, что ты проделал? Да, да, да. Я думал сначала, ну человек садил, а, да ладно, ну этот феникс, вот это. А потом все, мозг кипит уже. Хорошо, хоть у них есть опознавательные знания, что у него. Открыло три чувака похожие в заявке. Думаю, ну как так может быть? А номера не видят, а сфотографировали так, что он в шлеме и все. И как надо его найти? Ну хорошо, что ты их написал, вроде все понятно. Слушайте, я на поддержку концу чемпионата, что-то меньше вопросов. Ага, сейчас я тебе как пять протестов. Не-не, это понятно. Не-не, это понятно. Не-не, это понятно. Потом... Манечку дашь интернет пройдет? Не-не, сейчас. А, блин, уже не нам прислал. Дай мне. А сейчас мне через телефон и скину тебе. Про союз писал. Матчи, в которых играл игрок. Я сейчас так выбираю. Гвардза. Гвардза. Добрый день. Так, прошу ответить на письмо. И поэтому его повторяю. Писал он в феврале. Без письма и его игроков. Жура, пробей. Ягуар 2. Играют себе спокойненько в три практики. Всех дрючат. Один товарищ вообще без квалификации играет. В Ягуаре 2 там уже все в порядке данным-давно. И мне это почему не приходило? У меня нет ни одного не рассмотренного письма такого не может. Так, это нападающий Себастьян Денис Александрович умеет какую-то. Второй был практиком, но сейчас каким-то чудом стал теоретиком. Ну, тут стали балбов. Сейчас, да. Ну, запиши. Это у нас Сафронов Виталий Сергеевич. Был практиком, стал теоретиком. За ними все пятерки бегали, ничего сделать не могли. То есть, практика один штатный и двое про которых писал. Причем теоретика Сафронова, номер девять, знают многие. Ну, как я понимаю, сейчас его волнует один вопрос. Надо ему ответить. Давай, сейчас я перешлю. Уточни, каким образом этот игрок стал практиком теоретикой. Ну, по крайней мере, команде нужно описаться. Да. На основании чего? Потому что, если у него будет статистика зашкаливать, а ему практика, организм и теоретика, то это, ну, понятно. У него как статистика. А вот, можно посмотреть Сафронова или Гварри 2? Конечно. А номер какой он девять? Ну, в том году был один лучший бомбардиров. Как он тогда упал? Как раз? Из сезона в сезон люди неожиданно падают. Черновурцев, Севастьянов, Пакин, Новик, Сафронов. Я 24 сентября говорил, что «Ягуару» там где-то нехрен. В этом дивизионе. У них там штатные плюс скрытые. У него вообще в стекле надо играть славно. Ну, куда их было задевать? Короче говоря, я понял, как это все образовалось. Почему? Ничего. Випция с народом. А как у него статистика? У нас статистика я сейчас скажу. У него у Сафронова 15 игр, 9 голов, 8 передач. Как приличный херсть теоретика. Ну, а у Севастьянов 28 игр, 30 плюс 30. Нормально? А за регулярку 9 игр, 7 голов, 6 передач. 13 очков. Это за эту? Да. А я попросту смотрю. У Севастьянов 13 игр, 3 гола, 3 передач. Мы сейчас уже поднять ничего не можем. Севастьянов тоже смотрел, конечно. Если бы он хоть раз прислал бы на официальную площадь, что в ТКЛ официальные письмо с просьбой рассмотрели, мы бы рассмотрели. А кому он там что плется? Я не знаю. Ягуар это же всё тоже, да? Ну, поэтому на них и нет ничего. Зато Ягуар 2 за всем составом так следит, что там никого чего будет. Надо ему написать так, что, блин, почему они были понижены. Его поставили, ну, пересмотр. Или что? Почему он был там уже? Что-то Мазунский. Да. Да, да. Ну, ты мне объяснишь. Да, я знаю. Ну, не объяснишь. Ну, не объяснишь. Ягуар по простой причине, что он не проходил просто в дивизион и всё. Надо было убрать одного практика. Они же в Юге играют, да, Володя? Да. Юг – два практика. Ну, поэтому одного и грохнули, чтобы они проходили по лимитике квалификации. А самое смешное, как Ягуар 2 попал вообще в КБЧ. Помнишь, да? Они же тянули до последнего. И у нас просто уже место пока было в Юге. Туда их и определили. Точно это как. Точно это как и ЖК, и Пепси тоже. На последний поезд запрыгнули, блин, и оказались в западе, в самом слабом дивизионе лиги. Хотя и вообще надо в севере как минимум играть. Ну, чувствуешь. Такое, наверное, какое-то тоже будет. Угу. Квалификация была понижена на пересмотр. Ну, как бы для... Потому что у квалификационной коллегии, у квалификационной коллегии, у квалификационной коллегии, ну, было двоякое мнение. Он не является практикой. Ну, надо отмолкаться. Да, там. Так, у квалификационной коллегии сомневался его квалификацией. Ему понизли, да, там, в течение всего чемпионата, да, там, его квалификация либо будет утверждена, либо пересмотрена. Вот и все. Ну, как бы, наверное... Почему понизли? Потому что сомневались в том, что он практик. Потому что мы сварили практику, но все-таки уверен на теоретике. Так вот, надо сказать. Ну, то, что я... Ну, то ты ему все-равно поверил. Не-не-не, надо ему написаться. Я тебе письмо прислал, ты ему отпиши. Да, там. Квалификация была повреждена. На пересмотр. Ты напиши проще из тем, что появился новый квалификатор или изменился состав квалификационной коллегии. Составили сомневаться, что то, что было пространство. А, ну вот, да, 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 да. В связи с изменением, в связи с приходом, ну, в новую квалификационную коллегию, да, там, квалификация игрока была подвергнута сомнению. Вот. И поставлена на пересмотр. По окончанию чемпионата, да, там, либо она будет оставлена, так вот, прежняя, либо как красивая. Построишь там. Так, я потеряла твою мысль. Давай, прочитай, что ты написал. В связи с приходом новой квалификационной коллегии, квалификация игрока была... А совсем правильно. Не новый квалификационной коллегии, а состав, нового состава. То есть, из изменения в состав квалификационных коллегии... Квалификация игроков, да. Ряду игроков, да, не лучше конкретно. Квалификация некоторых игроков и еди. Ну, конечно, сомнение. Была подвергнут сомнениям, да. То есть, чем было время? Временно заезжаем. Для сезон. В течение готовы либо по Твердински. Ну, это очень просто. Уже, как же, у каждого не игроки. Поставлено на пересмотр. По итогам сезона. Всё. Давайте, по уши это просто. По словам это выглядит так, что, да, Сафронова поставили теоретикой. Досмотром. В сезоне его досмотрели. По окончанию сезона будет принято решение. Будет принято решение. Будет принято решение. Окей? Запустите вашу. В том числе и Сафронов. Хочу, чтобы фамилию звучать. В том числе и Сафронов. Пытаюсь, чтобы не одесса. Пытаюсь, чтобы не одесса. Это помните. Нет. Продолжение следует... 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 Еще я писал какое-то письмо, расскажите мне, лучше узнать про Струбанку. С этим все разобрались. Обращение в Промсвязьбанку. Разобрались. Для информации, Промсвязьбанк играет ПЛО с Востоком, поскольку Марина считается катком Востока. Позвонил из Промсвязьбанка мужчине и вообще говорил, что нельзя решающим третьей играть. В общем, сошлись на то, что они на Южный переехали играть и все. Вопрос был закрыт, он позже был удовлетворен. И все, что у него нейтральный лед. Протест московских мамонтов по Союзу. Ну, как раз вы положили. А, вот должны были проверить. Да. И, вроде как, Юра нашел уже 6 игр. Ну, по Союзу нашел, значит, протест надо отклонять. Тем более, они мне по расписанию вообще не катят. То есть, если мы говорим протест, то что там будет? И чем мне лед сказать? Да. 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 Так, подождите. Нам надо, наверное, сейчас по Союзу искать, потому что у него 3 игры. Обновилось, по-моему. 3 игры у него сегодня обновилось, 3 игры у него. Только он же пришел в каких играх? У меня нету. Нету? Ну, посмотрите, как было. Они его выпускают на первую игру с московскими мамонтами. Но московские мамонты тоже на первую игру выпускают игрока, который не допущен к игреов. Они играют друг против друга, протест не приходит. Ну, и Стреллеров говорит, нельзя, типа, больше так делать. Ну, все. И не выпускают больше игроков. А Союз выпустили, и вот они их подловили. Мол, на первую игру мы не написали протесты, а на вторую Союз все равно выпустили снова этого игрока. Ну, у этого игрока и Союз посчитал ему 6 игр. Ну, даже на сайте такого нету. Где он это посчитал? Почему он не позвонил и не сказал? Мария, почему у меня вот... Ну, протоколы, где бумажные? Я же говорил, посмотрите, бумажные. Так они здесь и вовсе. Где я тебе их дома посмотрю? Ну, где есть, посмотрите. Ну, сейчас. Мы только приехали. Я их сейчас буду искать вместе с теми, которые ты сказал. По Сбербанку. Так. Ледяные волки опенируют. Ну, здесь в соответствии с твоими указаниями. Значит, ледяные волки писали на Лапина. Александра Евгеньевича. Как предыдущего. Ну, я думаю, что он уже не актуален. Я, может, по нему не заморачивался. А по поводу того, что ты говорил, срок до 23.00, естественно, никто ни с каким паспортом ко мне не приедет. Хотя был, обещали мне в течение всего дня. Соответственно, технайт, третья игра. Ну, штамп на игрока, который это Кустинов. Кустинов уже не понял. Значит, у них третья игра. И те, и другие в курсе. Андреев покривился, но он сказал, что приедет. Так. Так. Еще 1 марта, Игорь, мы с тобой говорили, по эстралинам, по союзу, что он там сбереча бабахнул протест. Ну, там уже три игры были сегодня. А, этот человек приходил, давай тебе, говорит, поиграем. Подумаешь, какая вам разница? Мы закрыли вопрос. Я не знаю. Свою закрыли, а с... Ну, смотрите, протест пришел спустя 12 дней, во-первых. Ну, а с другой стороны, этот игрок две игры в Плофе уже сыграл, а у него всего три игры в регулярной. Нет. По Рыбкину, я разговаривал с Карповым, все, он играть не будет. То есть отклоняем? Вопросов по нему нет. Вопрос в том, что... Ну, так вот, получается, ты знаешь, что он в речи? Значит, у эстралина, помнишь, я звонил, мы обсуждали. Вопрос в связи с тем, что они там последователи этого... ЦХЕМа, 12 игр, у него не доставал бы двух ключевых игроков игр. Мы им добавили этих игр, и Макарцов вроде как успокоился по этому поводу. Карповый вопрос сказал этого Рыбкина не выпускать, чтобы не поднимать опять пургу. Вроде бы на том... Ну, в любом случае, эстралина с нарушением срока подал протеста. Да, ну, под конец просто применять нарушение срока, и все. Включаешь? Я не пометила по поводу Устинову, что как... Устинову штамп не допущен. До предъявления... До предъявления документов, да. И, типа, указать, что в случае совпадения будет защита техническая. Короче, все как было с Патриоками и Адмиралом? Нет. Им уже в последнем выигранном матче с Ледяными Волками, Огненным Левом 2, засчитано техническое поражение. А, уже засчитано? Да. Уже засчитано и назначена третья игра плывов. Поскольку у них плыв из серии счет 1-1. Вот это не пища, а просто, чтобы ты в курсе его. А штамп поставлен и в первых органных вафах, и во вторых. Такой карты вы можете снять? Ну, я тебе про диктуру. У меня как в голове есть, потому что сейчас все у меня это лекарство. Володь, по стальным крыльям и гранитам. Ты тогда подходил ко мне на интере, но там дальше ты беседуешь, наверное, ты лучше расскажешь, да, что там за ситуацию? Ну, Украина там ситуация такая. Ну, граниту, а путем голосования на сцене дивизиона, разрешили, да, ведь игрокам Хокки Ченс играть за гранит? Потому что гранита справилась, и они хотели сниматься и добавили. Само собой, они не могли набрать этих процентов игр. Количество игр, да. А это нигде не было оговорено. Да. Ну вот. Ну, Стеллиров, соответственно, был протест. Почему у них нет этих 0,5% игр? А гранит, собственно, половина теперь состоит из этих игроков. И они просто взяли и на одну шагу обыграли Стеллирова. Стеллиров не волновался, потому что он говорит, да ладно, не волнуйся об игре. Угу. Сейчас, если мы удовлетворяем Стеллировский протест, то у меня в 10 утра в субботу на главном милитаре слетает игра с гранитом. Стеллирова понять можно, но на самом деле не поиграл, что ж было. А когда эти игроки были, не знаю, в середине сезона? Даже, по-моему, после заявочного окна уже второго. Потому что у него там этот же... Сколько у них всего игра осталась до конца с момента заявки? Надо проверять. А-а-а, я понял всё. Можешь дать мне интернет? Я сейчас смотрю. Да-да. Надо эти проценты вычтать с момента дозаявки, а не с момента начала игры. А, сколько они должны сыграть? Да. Ну, там должно не менее 5. У нас просто раньше даже было в рекламе, и после дозаявки считается не менее... с общим голосованием. У нас же есть голосование, результаты голосования. Ну, то есть можно посмотреть, эти игроки будут заявлены по такому-то голосованию, такого-то числа. Вот. Посмотри, сколько у них игр осталось. Сказать, ну, насколько они физически могли или не могли сыграть эти 5 игр. По-хорошему-то нам нужно как бы за сграницу считать. Так и сейчас на них тогда надо снять недопуски. Они могут играть, получается? Могут. Ну, если сейчас Кузовников и Усанов вот надо посмотреть. Если конечное удовольствие. Сейчас, подождите, я еще момент, когда это заявил. У тебя должно быть письмо. В итоге голосования, дивизиона, по поводу такого-то, где Гранит? Ну, вообще Серега, конечно, ревнула. Ну, Филь знает, Гранит. У Серега строго ко всем. Все голосования он строго против. Не, он, знаешь как, я к нему, я себе ему потом звонил. Я говорю, Серега, ну, что ты волну-то поднимаешь? Сограли 1-1. Ну, выйдешь в третьей игре, обыграешь вот. Нет, ну, вот если бы они ко мне подошли заранее или там вот попросили. Попросили заранее, ну, бля, команду спасли и оставили. А то перед самой игрой, ну, я бы тоже сказал, я говорю, ну, что мы убоги-то на каждой. Команда еле-еле держится, блин, там, из последних сил. То денег нет, то профсоюз обманул, то не пойми чего. Ну, ты будешь как. Так, само письмо было 15 января. Когда они успели писать? Когда пиранида. Там оставалось 7 мигов в этом круге. 7 мигов? Ну, у нас же второй круг. Ну, да, сидит. Там еще в неделе точно не было голосования. А то и больше. Ну, тут что-то толку не распирались найти. Это же момент они им разрешили. От меня найди не только голосование. Вот я вижу. А мы же в программе можем увидеть, каким числом мы их драфтанули? Ну, новости искать. А, только новости, да? А, новости переходами. Если он 15 января падал письмо, значит, другая неделя прошла. Значит, где-то в 20 числах января сейчас. А там мы делали переходы или это заявку скрытую я с объединением карточек? Смысл брутал скрытую. А, да, да. То есть, сзади по госсалам. Оставь. На 7. Не емко. На 9. На 10 по 7. По. На 9. На 10. Трапин. По автографии. В месторин. Трапин. В месторин. Так, переходы все были 17.01.17 января. Теперь открою записание именно этой команды. Сколько еще 17-го числа осталось? По регулярке. Это юг у нас? Это задний. У тебя, ты говоришь, более 20, это уже точно? Ну, как-то рассказали, да, хотим играть и уснуть. Да. Ну, конечно, хотелось бы больше, но по сути вещей-то. Как же он, а что думал? У нас 4 дивизионных. А сейчас только 2 набрались. Я считаю, что вообще не успевает. Не, ну смотри, это же та весна, которая будет идти параллельно. Да это же параллельно. Я идти параллельно турниру. Романова, блин, 2 года их не собирал, пока сколько лет, там, 3. Когда говорят, что директора гризли, пока она что-то меня решила. А потом у нас еще май будет, другое весна. Туда потянутся те, которые сейчас. У нас обычно май вообще висел. Вообще никогда. Я с Федоровичем. То есть нам, блин, здесь грузи май. Каким-то образом мы там перебивались. С воды на хлеб, там, этими квалификационными матчами. Ну я думаю, что роль сыграла стоимость. Романов 150-150. Ну, не такая она большая. То есть Романов объявляет составку, как Смирнов. А потом ее легко опускают в 2, а то и в 3 раза. Команда. Здесь он золотой. Ну, короче, я к нему прям приезжал. И вот, с хозяином разговаривал. Он просто дал. Гординили. Я играю четко. До 200 тысяч. Больше буду играть у тебя. Давай 150. Смирнов как-то, у него уже 500. Сергей, ты знаешь, что я играю строго за 200. И все. СМП 96. Горять строго бесплатно. У них нет денег. А нам еще должен полмиллиона. Ну вот, так как вот. Да, да, Степан. Слушай. Да, я коротко. Помнишь тот момент, когда появились? Ну, война. Да, да, да. Люди сдают по 150. Ну что? До сих пор разбираем его. Скажи, так складывался этот рак? 50 км. Может быть еще скидки? Кто первым мне вступил? Угу. Сейчас попробую пару команд небольшать, которые уже стали деньги. Хорошо. Очень нужно прям заместить этот вопрос. И, ну, еще у вас бизнес-карты там, государство такое, что один-то, играй бы с Мердовым, что-то ему понравилось. Ну, то, что он не серий, турнир, летний. Ну, они сейчас взяты, что ли? Мы можем сейчас, если я на турнире, играть только со своими их на звезде. Пожалуйста. Ну, пожалуй, что мы раздали. Ну, там, по-моему, подвели, полтора часа. То есть начал драповать гробом кука? Ну, мы будем как-то решить это, в принципе, добавить. Секундочку. Стояров написал, что все вопросы по понижению этих драпов крови. Он сейчас посмотрел Сафронова. У него квалификация с 13-го года, теоретика, никто его не понижал. Угу. Вот такая. О, кстати говоря. А вот у Севасьянова она просто слетела и... А, начинали с каким-то четвертым. То есть никто их не пропустил? Все, ну, значит, покажи ему. Ну, укажи, скажи. Значит, напишите или иначе. Была пересмотрена, но квалификация Сафронова, да, там, Сафронова была теоретиком с 2013 года. Все, мы услышали. Все, спасибо. На связи. Не факт. Ну, не факт. Но имеется в виду, что вообще надо так разум менять. Вообще. Вообще, это целиком полностью. Суть другая. Уважаемый Юрий, здравствуйте. Квалификация Сафронова, да, там... С 2013 года. С 2013 года, глядя с теоретиком. Точка. Да. А где он тогда нашел что-то? Если у вас есть другие данные, принскрин, и будем планировать тогда. Все. Так. Что сейчас вам будет? Степан говорит, что начал драгу игру на ПК. Он сделал толщу по пирюшке, потом начал драгу. Четвертый номер, насколько я понимаю, Белоусу сейчас открывает завтра монахов. Между двумя игроками началась драга, потом у меня вступил еще 97-й номер. Это Зотов, насколько я? Вот, интернет. Здесь служим. Вот сейчас открывают. Так Зотов это другой тогда 97-й, а не 12-й. Он утверждает, что на него напали. Кто? Белоусов. Общался с Антоном Белоусов. Ну вот, да. Он утверждает, что на него напали. Он утверждает, что на него напали. Игрок МКК сделал толщу пирюшкой и начал драгу. На Белоусову. Да, да. А потом туда подключился еще и Зотов. Нет, Зотов объяснул, что таким глазами он долго и только убивать бежит. Белоусов я не знаю, что это не Саша Зотов. Ааа, дайте протокол посмотреть, Машка Жанадеева. При чем это тогда с Вашей Зотов? За все Зотовы упали. Блять, теперь он сегодня. Брат за брата. Много с днем взяли. Опасно драться. Конечно, у нас все как выясняется. Больше чем 5-й. Больше? Нет. Нет. Что-то странно написали. 13-й. А, 13-й. 97-й. Это Белоусов? Да. И 13-й. Машка Жанечка с протоколами Союза. Все один в один. Копируем все протоколы бумажные. Отсылаем к Союзу и той команде. И пишем, сколько игр игрок отыграл. А если реально 3? 0,5. Ну, хотя 0,5, но Юра тут уже напишет. Говорит, Денис, мне похуй. У меня там был Игорь. Я выходил и не думал. Говорит, у тебя в регламенте есть пункт. Ну, по-моему, хорошо узнает рекламент. И написано, если у игрока стоит допущен. Значит, он допущен. Конечно. Да. Ну, оно так специально и сделано. Чтобы люди играли и не думали обо всем остальном. Но у нас, как бы, ситуация очень горявая. Потому что, если мы вписываем АМК по этой теме, да? У АМК, у них, как бы, они нас заведомо обманули. Ну, как бы, не желая того, но дописали игрока, да, там. И поэтому у него вышло 6 игр, а не 3. А у этого-то было 3. В общем, как раз, сначала давай узнаем сколько, а потом будем решать проблему. Ну, почему мы раньше видели? А почему вы решили, что нас АМК обманули? Я скажу, 80% команд пишут больше игроков, которые, якобы, приедут, и никто потом их не печет. Видеозаписи нет игроков. Все, обманули. Ну, потому что оно есть, протоколе игра есть. А его нет. Там намеренно, не намеренно, но знаешь, как-то, само оно есть. Вот такая ситуация, вот по стальным крыльям гранит. Видишь, оказывается, на момент дозаявки этих ребят, которым пишут, до конца регулярки осталось 4 игры. 4 игры? Да. Все. Как вопрос снимается. Но программа автомат углубил ее. Не допущен. Ну, у них был, ну, у них, ну, вот, напиши теперь. То есть, вот, отвечаем, ну, крайне корректно. Мы, как лига здесь, ну, как суд, разбираемся. Ираки были дозаявлены для того, чтобы команда осталась, продолжала играть. До конца чемпионата, с момента дозаявки осталось 4 игры. Вот. Они могли играть по-любому. Они, да, могли играть по-любому. А штампы висели. А штампы? Программа автоматически. Все просто. Вот, да, вот и все. Ну, я ему еще позвоню. Да. Ну, поговори как бы. Ты тогда с ним поговоришь, потому что меня-то он будет орать там. Не-не, я с ним поговорю, а потом мы с тобой вывод сделаем. Зотову 1.8 фунт надо поставить. Наказание одинаковое. На фунт правильного дали. Ну, и не надо же писать это. Можно просто еще зайти из Миннику. Не надо писать, что его. Из Миннику просто. Это все доказательство. Такое же самое. А я сейчас ничего не сделала. Я понимаю, что принято решение не играть дополнительное время, но в регламенте у вас четко написано. Вы гляньте в золото, в случае нечаянного результата проводится овертайм и феналит. Нет. Написано просто. И когда играл, кто у вас там, 4-4 сыграл. Ну, скандал. Хорошо, ЛСР выиграл. Они там измучали. Я просто не помню этого момента. Ну, Володя сказал, что как густное принято решение, а в регламенте изменения не будет. И там четко прописано. Ну, мы это решение приняли на собрание, которое было в Хэйме в четверг. Мы им просто сказали, что его изменили. Ну, нужно изменить и все, скажем. Сейчас посмотрели, тут у нас платшап, что с главой тоже. Да, там в 20-м главе тоже уже есть. Ты мне звонил, да? Потому что если досконально, по пунктам, прямо по цитировать феналит, у нас глава должна составляться не так. Вообще по-другому. Это должно крест-накрест играть. Игорь, бывают такие ситуации, когда сначала фары и заранее не строятся дальше. Бывает, но это для нас тяжело. Нашими проблемами с сайтом совсем. Нет, 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 нет. Бывает, бывает. Потому что у нас написано именно так, как говорит Андрей. Да, я помню, что первая с восьмым, вторая с седьмым. Ну, это первый факт такой, а потом с меньшими играть. Да, да, да. У нас просто на сайте мешает этому схему, которая дальше стоит плавать. Я понимаю, у нас схему там... То есть нужно просто убрать вот эту графику, да, там в следующем году, да, там, если вот так как написано, оно так правильнее. Нахера ты весь регулярку убьешь завершенное место. Чтобы потом получать более слабый соперник. Ну, так у нас и написано. То есть сейчас нужно просто это как бы тихо обойти, чтобы никто к нам не приставал. Так как утвердили, пары такие, да, там. Ну, с будущего сезона, когда у нас начнутся, если вдруг выиграть с плавкой не будет, действуйте не так и будет. Там просто геморрой больше под специальником, потому что пара собирается, а ради специальника составит. Да. Плавок растяните, как резиновый будет. Он не расстанется. Ну, конечно, у нас тут уже известно, кто с кем играет, неважно от результатов. А там соперник может дать у кого-то или у кого-то времени то у нас расписано. Ну, третья игра там. Тяжелый? Нет, будет примерно то же самое. Почему? Нет, нет, тяжелее. Мы заранее уже знаем. Вот Андрей может поедет. Да и катки. Нет, да. А тут придется напоследок. Тот же играет вверх. У нас все равно играет. Ну, словно говоря. И там в четверг ему упадет. Придется ждать у нас в четверга, чтобы поставить нормальную пара. Ну, это условно. Угу. Чуть-чуть больше работы будет с подвергами. Смерть на секунду. Так, да. Да, да, да. Ну, это же интересно. Да, да, да. Ну, это интересно. Ну, они могут сказать, там, льдин всех известный, льдин всех известный. У нас чуть-чуть по проблеме с альдами. Только из-за этого. Я считаю, в принципе, правильно. Команда более сильная, более слабая. Ну, значит, сегодняшний день. Да мы по старинке пошли. Прописали по новинке, а пошли по старинке. Ну, пошли по более простому. Может быть, и сегодняшний день он более правильный. Не, а если ещё. Слушайте. По поводу… Я вожу команды, да, соперничек элитов. Ну, не жаль, у нас был... По слову, алгоритмы этой введения. Под каждого вот этот заполнять вот команду, как я заполняю сейчас, имеют на стратегии на такие марок большой ошибки особо не проявили там даже фамилии милых мурадов не вводится понимает что сказать мурат там милых это конечно можно попробовать колонненько попроси кстати как через точно он же нам расписание в цсв выдает обратный вариант короче команду выдаешь форму да там четко все они то оббивают учить загнал в общем состав ростов обычно все же дома там варделе в средстве держим а так просто у тебя на сайте скачать форму потом ее отдать на сайт и исправлять по сути наша форма она как бы дублирует у нас на сайте еще прописано что-то неопустимое будет но вару не понимаете фамилии что в мире мурадов не понимает фамилии милых мурадов не устал хотя он нас играет играет за руль ну да ну да ну да ну да ну да Скажи мне, пожалуйста, вот мы сейчас можем расписание игр скачивать в CSV, правильно, можем ли мы, предположим, сейчас я буду говорить о составе команды, сделать такую же форму, как бы в CSV, в Excel, да, там, вот, скидывать нам ее на сайт, ну, как бы и загружать ее на сайт, как на странице команды. Ну, чтобы не у нас на сайте писать игроков в онлайне, да, а заполнил такую же формочку, вот этого CSV, скинул, и у нас это автоматом все загрузилось на сайт. да 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 можно все ладинка надо записать на будущее здесь давай на связи. Подожди, стоп, у тебя стабло еще долго. Ты мне обещаешь каждую среду, когда ты мне скинешь. Все, давай, пиши мне. Все, можно так сделать. Счастье. Счастье. Время. Счастье. Можно выкримать, что на сегодняшний день будет собрать мнение заказаний. Время или дар. Почему? Время уже ясно. Скажите, выказанные перелет. Потому что. КОНЕЦ 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 Я, по сравнению, не играю, потому что не надо. Может, даже много. Будет он приводит какой-то, как Летиневич. Я опять все увижу, чтобы не беру что-то. Иди. Ты говори, ну ты везде берешь, да? Да, хорошо. Есть. А это заведенный командный? Нет? Сумасши спроси. То есть, ты его вслаждаешь, да, помариваешь? Вернее, выезды ждать. А, что помариваешь? Ну что, в субботу будет квалификация, то есть, есть отработка. Скажем, сажать, да? Наши третьи шестые команды присылают. Я работаю с Рикошетом, с ИНСС и только этот. Ледокол? Ледокол. 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 Ну я с вами еще поэтов. На звезде это сейчас тоже кто-нибудь играет. Ледокол. Да, смотри. А там же белые шквалы планеты квалифицируются, с ними надо попроще будет, они у нас есть. Ну да. Там Рома вот этот надо завести будет. А на Звезде я буду играть Тинькофф и Динамиков. По динамике вопросов нет. Мы честно, в варианте они хотят. А Тинькофф-то новая команда, вот ее надо смотреть. Планета будет тем же составом? Нет. Ну, в весне. Да, плюс-минус. Белый шквал? А белый шквал? Белый шквал. У них... Олег? Да, да. У них там второй и третий, да, составка. Третий. Я просто им позовюшку желтчика. Да, да, да. Суетитесь. Да, да, да. Суетитесь. У него, может быть, будут новые, но он, я думаю, подойдет тебе скорее. Я сказал, что ты будешь отрабатывать. Везду, поэтому. Тинькофф, на идее не играли, да? У-у-у. Тинькофф. Тинькофф. Артём, да, это Андрей, такая удобно говорит, Артём, напоминаю по заявочным материалам, что с Машей надо уже этим заняться, и по игре, да, звезда 16 минут. Денис, нам прокурорская команда нужна? У нас есть ФСО, это нормальная администрация. А вот прокурорская, я не знаю, не знаю. Попробуй их оштрафуй. Я хочу напланировать, потому что нужно, нужно плавать. Точнее, по крайней мере, будут, а я с другом пьяная, они будут откупаться. Если они соберутся, они начинают, пока там начинают. Я хочу попросить. Я там в заблуждении. Я же перекинул на Интай на 2100. У нас в СДК больше вопросов нету? 2100. Угу. 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 Ну и всё. Ну а так что на самом деле подозрения Паустинова? Правда это другой человек, Вера? 90%. Мы вчера сидели с Мишей, там молоденький такой, вообще глаза прям... Это что мы тут сидели? Было бы по рекламе, если человек предоставил документы... Мы чётко, Андрей, мы повесили, что в киндейник нужно предоставить документы. Нет, сейчас я вывешу. Нет, это да, по результатам. Когда мы с тобой говорили, мы напишем в области, чтобы это официально проходило, чтобы они понимали. Ну не боится, потому что мы после этого с тобой обсудили, что мы с ДК напишем. С ДК? Средиземные предоставления. Ну да, да, да. Кументу, ладно. Хорошо, просто жалко что-то не было написано, потому что они могут сказать, что нас об этом не просили. Или нет, у меня сохранено всё. А, всё сохранено? Ну да, я ещё и не там, так да. Ну да, да, да. Ну да, да. Ну да, да, да. Ну да, да. Ну да, да, да. Ну да, да. Я ещё буду. Расписание, Волчинка. Да. Да. Ну да, да. Островного нету на АНК-2 Сбербанк и АНК-2 Сбербанк и АНК-2 Но еще на АНК-2 УЭК там просто рядом была записи, я тоже посмотрел, вот там тоже нет Блин, мне кажется, это единственный такой, который есть Есть еще сомнение АНК-2, но есть нету АНК-2 Просто есть протоколы какие-нибудь долгоплодного Это вот как АНК-2 Оно, значит, печатано Печатано, пока что закончился Угу А у меня это печатано, хоть по документам От Союза Вот бы интернет можно было бы, чтобы они играли, с вашим управлением, с телефоном попал, ладно. Здесь тоже недостановление. Давай даже немного, чтобы полагать. Пусть сейчас туда пройдем, потом мы как-то... Ну да, да. Такой еще. А в союзе Дмитрий Ярский у него? Да. Да. Понимаю, где. Зато он же у тебя коробка стоит. Стоит? Нету. Да, есть такие. О том же то самое. Да, есть такие. Игорь, да у нас вообще есть команды, которые тупо играют на одних протестах. Какие по-моему, менее важны, чем написано? А где Дмитрий Ярский играл? Можешь себе написать? Ну, он в союзе что-то писал, но я просто ничего не писала. Нет, в союзе у меня... Я думал, что происходит, у меня просто... В союзе у меня просто... Союз какой идти идем? И чем? Юг. Ну, давай глядите, я вот смотрю. А то я не прошу. Ну, давай. Ну, давай. Так, ну, что, был? Не весит, там, было бы... Ну, тоже Ольгин ясники пишут протест. Я на этом матче был, а я не один раз в свою группу бросил поворот и забил был. а кто стоял У нас союз на кого писал-то? Или Аня Мамонт пишет на союз по-остроумному, да? А сколько по-остроуму выиграть всего? Шесть Нет, у него типа в двух его нет. У него шесть как бы по таблице Аня Мамонт пишет на союз по-остроумному, да? Аня Мамонт пишет на союз. Аня Мамонт пишет на союз. Аня Мамонт пишет на союз. Патриоты и триста спартанцев будут играть на этом самом... Я тебе там все в таблице покажу. Ну я игру можешь остановиться проверять? Значит, три пары всего на Метеоре 2045. Мы же всех ставим на... я же тебе говорил, на салют. Только салют-то заняты. На салюте играет плановая игра с ССН ВВКЗ и две пары, кто взял третью игру. Это Шершний магистраль и хулиганы с адмиралов. Слушай, ну просто их ножки силам играют, потому что там судейство говно и так далее. Ну как бы... Ну что это то, что судейство говно? Не, а потом Тишину, это Шиф-каток Бутова, он говорит. А соцена хочешь на салюте, потому что они там рядом с Трегеновой. Угу. Хорошо, две доигровки на салюте. И одна в Метеоре. Угу. Что-то степер потерял, есть на сколько? Угу. 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 Неа? Угу. 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 Ну бабку маленькой азотой сделаешь и совпадешь. basically generatecheck ¡вивérienceкотеренчивостьхи doncs. Угу. Хорошо. Поэтому... Что такое? Для доверенности. А им же в курсе, что она их посадила? Думаю, что нет. Что она сообщила? Нет. Сообщил. А у меня в курсе. Немного цвета. Квагнбол. Готово. Смотрите продолжение в следующей серии. Маша, а юг есть еще где-нибудь? Нет, наверное, все. А, нет, нет, все, наверное, все. Вот, только я здесь нашла. Это юг? Да, нет. Нет, значит вы их уже забрали. Так, ну сами какие еще укусы остались? Остались. Остались. Вот еще три. Так, ну Светилов хочет больше денег за сумму, по-прежнему. В плане. В плане хочет пять тысяч за сумму. У нас же скажи вот, мы договорились перед сезоном. Вот, а мы потом передоговаривались. Нам это надо. И это один из поводов, почему они хотели тебя видеть в пятницу. В общем здесь пять протоколов, которые есть. Есть. Игорь, мы и так помогаем федерации, как и Москвы, для проведения такого вот турнира. Так что пусть не это самое. Скажем, мы ни в коем случае не хотим нарушать нашу договоренность. Хотим просто их соблюдать. Договорились 4 500? Они 4 500. Ну, они просто говорят, что где это напишут, что мы договорились. Давайте не будем. Ну, давайте. Ну, вот так вот. Скажем, есть договоренность. Хорошо. Ну, постарайтесь отставить из позиции. Тогда, когда было собрание, они вызывали. Пятерон там сидят, дарами на папку разводить. И все говорят, мы им даем такие деньги, с КАЛ работать не будем. Что вы хотели, чтобы у вас были гляньте сидели. Ну, там. Мы говорили судьи. О чем мы договорились перед сезоном. У вас дивизионы получились гораздо круче, чем вы нам говорили. Каждый год они растут, а цена остается все та же. Я говорю, о чем вы говорили? Мы что перед сезоном тут делали? Я говорю, вы сами договорились, что ваши судьи будут просматривать уровень там, все остальное. Что там, что они просмотрели ваши судьи? Какой уровень они должны просматривать? Они должны были просматривать уровень команд для того, чтобы потом, я говорю, на клубок федерации. Ну, совместитель. Никто, естественно, ничего не делал. Когда мы просто собрались и сказали, ладно, федерация будет играть эти сети. И он мне странно, что в этом ничего не сказал. Все, скажи, есть записи, все, соблюдаю наши договоренности. В чем проблема? А, слушай, вот, святил опыт к тому, что он, перед заправившим в четверг, ты был в сходе. И вот у него был разговор, он был 5 тысяч. Скажут, да, был разговор, может быть, я сейчас с Денисом. Но после этого разговора как раз восстановили эти данные. Идеи его нет. Ну, скажем, может возникнуть такая ситуация, что у нас потом не хватит денег. Вот и все. Ну, скажут, да, был разговор, вы, вы, вы. Это был не разговор, а вы меня, они меня позвали и меня прислили. Ну, это всего 4. У вас картина у вас есть? Ну, конечно, 3. Ну, значит, так и есть, на самом деле. Ну, значит, так и есть, на самом деле. На протоколах, ну, все. Черенков, все они были. Здесь еще есть протоколы. С долгопозным протоколами. Ну, там, с долгописью здесь. Надо искать. А в тех протоколах, где нет Союза? Ну, так все. Ну, так все. Ну, так все. Пусть, это все что? Ну, у меня даже ничего уже нет. И у меня ничего нет. Паша использует на утро или нет? Да, нет. Просто у нас дождь зарядка так прийти, лучше так не отключать и убирать, что она тут не работает. Отбиящая. Хе-хе-хе-хе-хе. Я регионально не покупаю. Ну, что, если никаких вопросов у нас больше не осталось, потому что я сейчас так не помню. Ну, вообще не помню. Ничего не приходит. Что там с вами есть? Какие насущные спорные вопросы? Еще что-то. Поконент? Все, оконент. Да, по телефону. Здесь мы не найдем все протоколы сейчас. А идем если по протоколам строим? Нужно протоколам. Это документы по их терапии нет. И сейчас чисто я просто по 12 у нас будет сигнал под ССУ. Ну, сейчас все будет, я скажу, буду разбираться. Разберусь по парку. Разберусь по парку. Погоду искать. Прям тогда турнир открою и буду проверять вот так вот. Какой? 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 8 марта. 1 марта тоже. Получается, что у нас один протокол на него? Какой. 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 мазинский что в тех пяти просто потому что он должен больше стать но возрастной игрок на самом деле нет смысла по поводу мазинский тоже недопущен 65 года то что мужик я не думаю что за него господа у нас еще будет два кубка то есть как в том году мы проводили кубок ПСО там не мы проводили мы с организаторами с 11 часа это будет финал на Интаре на финал потому что до этого у них больше было в том году они играли каждый день на 18-го в МАЭСК будет только четыре игры но они еще там вопросом МАЭСК это будет точно Андрей имею ввиду то что в Интаре в 12-го числа минус 4 лета тренировочная главная главная-главная ты мне про это уже говорил и потом где-то у нас студенты 22-го 29-го 18-го числа еще студенты 19-го точнее 19-го 16-го 45 стартуем да 28-го 29-го еще 4 льда про студентов ты не говорил где это мы договорились то что на понедельник 30-го числа мы студентам скажем какие льды мы им отдаем на 28-29 потому что потом им отдать не сможем у нас весна так это 28-29 апреля да март да как же мы 30-го расскажем если это март следующая неделя вот смотри от них им нужно дать но на следующей неделе в следующие выходные в 4 да или в 6 а мы им скажем когда на неделе 30-го мы просто видим что у нас осталось ну кто там мы им говорим то что мы вам можем предоставить там 4 или 6 там сколько трудов да 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 какие могут быть фасошные тоже да ну именно фасошные инентарь мы не даем инентарь мы как и фасошные инентарь у нас как раз это будет третья неделя когда у нас должно быть сейчас сыгра кто-то освободиться да как же должно освободиться но как у всех остальных мы от полуфинала что нигде вообще не начинаем понимаешь то есть нас лишних будет огромная масса льда хорошо что студент мы его не зайдем как бы значит огромный тоже вряд ли потому что видишь на эту неделю нам дали два марина один южный один мотивор то есть масса льда не было что если вопрос не осталось предлагаю Рецепты собрались в конце И потом у вас будет собрались